Сельхозпредприятия Гомельской области готовятся к севу кукурузы. Ожидается, что эти работы в регионе начнутся в первой половине следующей недели. По данным обл.сельхозпрода, в настоящее время хозяйства области полностью оснащены топливом и техникой, в том числе новой. Что касается планов, в этом году посевные площади Ечменя будут увеличены. Возможно, самой большой проблемой на сегодняшний день является относительно небольшое количество влаги в почве, которая требует выполнения работ как можно быстрее. Управляющая делами Гомельского обл.сполкома Елена Кличковская в эту субботу ответила на вопросы граждан. В первом квартале 2020-го поступило 225 звонков во время субботних телефонных линий. Почти половина из них касалась работы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и эксплуатации жилого фонда, оплаты коммунальных услуг. Другие вопросы включают ландшафтный дизайн, работу торговых организаций и ремонт дорог. Среди 25 вопросов, заданных в субботу, эти темы также были подняты. Вопросы, для решения которых требуется время, взяты на контроль. Некоторые были решены непосредственно во время прямой телефонной линии. В частности, выполнена просьба членов садоводческого товарищества в Добружском районе, которые жаловались на плохое состояние подъездной дороги. В субботу завершилась общереспубликанская акция «Неделя леса». В этом году ее посвятили 75-летию Великой Победы и Году Малой Родины. В регионе окончанием акции можно считать посадку деревьев в сквере имени братьев Лизюковых. Одна из улиц областного центра названа в их честь, а в прошлом году в Гомеле был открыт памятник известным землякам. Непосредственно сквер на территории Макеевского опытного лесничества был заложен пять лет назад во время празднования 70-летия Победы. За последнее время выяснилось, что не все деревья прижились. В субботу их заменили на новые. В целом, во время проведения акции «Неделя леса» в том же Макеевском опытном лесничестве насаждения были восстановлены на 40 гектарах, как это первоначально и предусматривалось. В то же время нетипичные для нашего региона растения не использовались. В том же сквере братьев Лизюковых посадили клёны, которые хорошо растут на песчаных почвах. Продолжение следует... Продолжение следует...